Я не раз слышал, как те, кто получает пенсию, где-то как бы возмущаются о том, что система пенсионного обеспечения, на их взгляд, несправедлива. Например, они говорят о том, что вот я имею сколько-то лет стажа, у меня такая пенсия, а вот знакомого стажа почти нет, такая же самая пенсия. Наверное, те, кто получает пенсию, вы слышали эти разговоры, возможно, даже в них участвовали, наверное, я так подозреваю. Сегодня евангельская история, притча Христа, которая где-то похожа на эти наши разговоры о том, что где-то вот воздаяние несправедливо. Конечно, эта притча не о пенсии, не о пенсионерах, даже не о зарплате, она имеет духовное значение. Итак, глава 20 Евангелия Матфея. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Ну, в те времена, вот, не было центра занятости, да, вот, люди, которые искали работу, выходили, как правило, на арендущую площадь, выходили рано утром и ожидали, когда кому-то нужна нанятая сила, чтобы их наймут. Эти рабочие даже выходили, как, да, со своими, там, инструментами, то, что они могут делать, и вот ожидали, когда их наймут. Рабочий день наемника, как правило, был вот с 6 утра до 6 вечера, 12 часов. И вот здесь сказано, что рано поутру, это, по-видимому, в 6 утра, выходит человек, который имеет виноградник, и ему нужны на работу виноградник рабочий. Он выходит на эту площадь, и там уже стоят группы людей, которые ждут, пока кто их наймет. Он подходит к одной из групп, вот, с ними договаривается, и они договариваются за такую вот, как бы, стандартную, считалось, справедливую плату за день. Он говорит, вот у меня такая вот работа, я готов вам платить по динарию, ну, хорошо, мы согласны, и они идут на работу. Вот, стих 3, выйдя около третьего часа, ну, это, по-нашему времени, это немножко, мы по-другому считаем время, это 9 утра. То есть, в первых он нанял примерно в 6 утра. Теперь он снова возвращается на другую площадь, где ждут наемные рабочие, где-то в 9 утра. Он увидел других, стоящих на торжеще, на этой площади праздно, то есть праздно без работы. И сказал им, идите ли вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Кстати, эти люди, похоже, что они тоже пришли вот туда рано утром, но их до этого времени никто не нанял. Они остаются и ждут. Этот хозяин предлагает им работу. У меня есть виноградник, идемте ко мне. Но при этом здесь он не оговаривает сумму оплат. Но, по-видимому, они ожидают, что, наверное, они получат меньше, чем генарий, потому что генарий подлился, как правило, за 12 часов работы. И он просто им говорит, что что вам следует будет, то есть я сам почитаю и сам вам дам. И вот они доверяются ему, что он с ними по сути справедливым. Идут работать. Им нужна какая-то зарплата. И вот, стих 5, опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал тоже. 6 и 9, это по-нашему где-то 12 часов дня и 3 часа дня. Этот хозяин снова и снова выходит, и снова и снова находит людей, которых не наняли. И на тех же условиях, как, во-вторых, не говоря о сумму, а просто говоря о том, что идите поработайте до конца рабочего времени. Я что посчитаю нужным вам за справедливое, с вами расплачусь. С стиха 6, наконец, выйдя около 11 часа, это 5 часов дня или 5 часов уже вечера. Это за час до конца рабочего времени. Он нашел других стоящих праздновать, без работы. И говорит им, что вы стоите здесь целый день праздновать. Ребята, не понимаю, вот вы вышли, и вы что, здесь вот с 6 утра до 5 дня стоите без работы, что такое? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Те говорят, ну, мы просто здесь стоим, не потому, что мы не хотели работать, или мы отказывались от работы. Нас просто до этого времени никто не нанял, а мы стоим. Ну ладно, идите, идите вы на этот час, поработайте, а там же, что я посчитаю нужным за справедливое, я вам заплачу. Восьмой стих. Когда же настал вечер, конец рабочего дня, говорит господин, виноградник, управителю своему. Позови работников и отдай им плату начав с последних, то есть те, которые были наняты в самом конце, и до первых. Вообще, в те времена это была обычная практика, когда расплачивались ежедневно людям за работу. Мы привыкли больше, когда работаешь в месяц, например, или если кто-то работает где-то по найму, сделает какую-то работу, она может быть неделю, может быть две, потом с ними расплачиваются. Когда, как правило, расплачивались сразу же за день. Почему? Потому что большинство людей не имело какого-то запаса средств, чтобы ждать зарплат. Как правило, заработал сегодня, ты имеешь что кушать, твоя семья имеет что кушать. Спустил день, думаешь, что кушать. Поэтому зарплата была, вот скажем, ежедневно. Вот они поработали этот день, и в конце дня зарплата. Но хозяин говорит управителю, рассчитайся или выдай им зарплату, но сделай это в обратном порядке, как люди пришли. Чтобы пришли последними, и им заплати первыми. Он это сделал, видимо, намеренно. Во-первых, чтобы последние, которым будет давать зарплата, увидели, что получили, те, что перед ними, те, с которыми расплачивались перед ними. И вот как была эта зарплата, стиха девятого. И пришедшие около одиннадцатого часа, которые работали всего один час, получили по динарию. Это примерно они получили, если говорить по справедливости, в двенадцать раз больше, чем, ну, как бы, наверное, не рассчитывали. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние, работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. И вот эти вот самые первые, нанятые, начинают возмущаться. Они имеют претензию, говорят, слушай, ты несправедливый хозяин? Где справедливость? Ты несправедливый. Далее, он же в ответ сказал одному из них. Друг, друг, я не обижаю тебя, не за динарии ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или гластвуй, завистлив от того, что я дом? В притче не указано, сколько получили вот те, которые наняты были в 9 утра, в 12, в 3. Ну, похоже, что, наверное, все получили одинаковую зарплату, скорее всего. Ну, точно, что последние первые получили одинаковую зарплату. Но только с первыми хозяин договорился за цену, только с первыми. С остальными он просто сказал, что я вам дам, что вы заработаете. И они ему доверились. Возможно, когда первые, когда их приглашали на работу, самые первые, они говорят, а сколько ты нам заплатишь? Ага, хорошо, только дамы договорились. А те даже не спрашивали, сколько заплатишь. Они просто доверились, что он их не обидит. И пошли. Я говорю, слушайте, где наш контракт? Мы с вами за что договорились? По динарию, по динарию. Я выполнил свой контракт. Почему же вы меня обвиняете, что я несправедлив? Знаете, когда рабочий получает зарплату вовремя и полную, которые договаривались, это очень хорошо. Потому что в жизни бывает по-другому. В жизни бывает, что ты отработал, а тебе говорят, ну подожди, у меня нет денег, позже. Или бывает, что, ну слушай, ты заработал, мы договаривались так, а вот тут что-то не так, какие-то претензии. Поэтому извини, в жизни бывает по-другому, что хозяин часто ведет себя не так, как договаривались. Здесь же, наоборот, он ведет себя идеально, правильно и честно. И это уже было бы для них как бы радостью, что их не обманули, они с ними поступили правильно. Больше того, они увидели, что их хозяин появил кому-то милосердие. Заплатил, ну как им показалось, больше, чем те заработали. Но когда ты работаешь на доброго хозяина, это еще как бы, ну, дополнительная как бы для тебя премия, моральное удовольствие. Знаете, когда я работаю на хозяина, и он мне дает все, что я заработал, и вовремя дает. А я еще знаю, что он не только мне дает вовремя, а он другим, которые не работали, какие там приехали приселенцы, он еще им, он дал часть своей прибыли. Это я только радуюсь, что мой хозяин не только все себе берет, а мне дал то, что я заработал, это еще и другим делится, который я в нужде. Друг, я тебя не обижаю. Что происходит с тобой? Ты зависит от того, что я добр. Я добр. Вопрос несправедливости. Все было по справедливости, но тебя раздражает, что я добрый кому-то. Я добр. Вообще, эта притча является продолжением разговора Христа, который начался сначала с беседы Христа с богатым юношем, который пришел ко Христу и назвал его ученик добрый. А Иисус говорит, знаешь что, по-настоящему добрый только Бог. Ты хочешь иметь спасение? Будь ты тоже добрый, раздай все и следуй за Мною. Он это не выполнил. Добрый только Бог. И вот здесь хозяин этой истории как бы иллюстрирует и представляет Бога, который добрый. Бог добрый. А что происходит с этими, которые возмущаются? Огластвуй завистлив. Проблема еще раз несправедливости, а проблема твоей жадности. Часто, когда мы возмущаемся, что что-то несправедливо, это не потому, что мы за справедливость. Мы завистлив, что-то получил, так как мы или больше. Ты завистлив. По-видимому, по-видимому, от слова, которое приведено завистлив, твой глаз завистлив, здесь как бы контраст. Вот я добрый, а буквально перевести, а твой глаз злой. Вот в чем проблема. Я добрый, а твой глаз злой. Но его и правильно было по смыслу перевести и завистлив. И потому, что его злость в том, что он был жадный, скупой, и привилась завистью. По-видимому, эта фраза хозяина должна была бы напомнить этому еврею, который возмущался, закон Божий. Книга Второзакония, 15-я глава. Там есть вот похожая заповедь, где говорилось о том, что у тебя не должен быть этот глаз жадным или злым, твой глаз. И там был разговор тоже о щедрости к нищим. Давайте я посчитаю этот отрывочек в контексте. 15-я глава Второзакония с 7 по 9. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой даёт тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твоё беззаконная мысль. «Приближается седьмой год, год прощения, чтобы оттого глаз твой не сделался не милостив». Вот ещё раз. «Приближается с жарным глазом нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возобьёт на тебя Господу и будет на тебя грех». Бог побуждал евреев друг перед другом быть щедрыми и отзывчивыми, когда кто-то в нужде, когда кто-то нуждается, нищий. И одно из проявлений этой доброты, когда у него нет, у тебя есть, пусть тебя одолжить, одолжи им. Но Бог сделал ещё один закон, когда это было правило об одолживании, который тоже этот закон заботился о нищем. И если тот, кто одолжил, не может отдать, и это длится, 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 то седьмой год, год прощения, ты должен ему забыть это, даже не требовать него. Каждый седьмой год, который был по календарю, нужно было должнику прощать. И Бог предупреждает, слушай, ты не будь таким вот скупим евреем, рассчитливым, который тебе приходит сосед, ты думаешь, слушай, он просит у меня одолжить, а сколько осталось до этого года прощения? Всего год, а я ему одолжу, он за этот год меня не вернёт, а потом что, я ему должен простить? Не, у меня нету этого, иди домой, у меня нету, попроси у другого. Не будь таким, будь щедрым, пусть твой глаз не будет жадным. Вот здесь Господь говорит, что слушай, у тебя проблема с зрением, твой глаз жадный, ты завидлив, что я добр, я добр. Ведь подумать, только подумать, представить себе людей, которые стояли 6 утра на площади до 5 вечера, что их мотивировало стоять? Скорее всего, ну, крайняя нужда. Скорее всего, когда они уходили из дому, в доме ничего не было, ещё дети были голодные, и он ожидал, что он что-то сегодня в дом принесёт. Ну, какая другая причина ждать, ну, весь день стоять, пока меня наймут? Ну, не меняли, пошёл домой, отдохнул, приду другой день. Он ждёт. Он ждёт, потому что он знает, что если он вернётся ни с чем, он ляжет спать, а его желудок будет урщать. Это полбеды. Ляжет спать, а ребёнок будет говорить, папа, дай кусочек хлебушка, а он не сможет дать. Вот почему он стоял там до конца, ожидая, что, а вдруг хоть что-то заработает. И хозяин дал ему не просто что-то, а дал, ну, в полной мере, то, в чем он нуждался, чтобы он купил необходимое и принёс домой это вот. И все были сет. Фактически он заплатил им даже не пропорционально тому, как они работали, а пропорционально тому, как они нуждались, чтобы все принесли достаточный домой заработок, и их семьи были сет. Ты зависти, что я добр. Вообще этот разговор, вот Христос беседует с юношей и говорит, что Бог добр, и ты иди за мной и будь добрым. А этот юноша это не исполняет, он уходит, потому что ему было жалко расстаться с имуществом. И после этого Пётр задаёт, апостол Пётр задаёт Христу вопрос. Господи, вот, а мы это сделали. То, что ты требовал от этого юношу, мы это выполнили. Мы всё оставили и за тобой пошли. А что же будет нам? Вот предыдущая глава перед этой притчей заканчивается такими словами. А что же будет нам? А Христу говорит, а вам будет, вам будет награда. Вам многократно больше, что вы оставили или пожертвовали за меня, будет награда. Но знаете, вот заметьте, чем заканчивается предыдущая глава, девятнадцатая, и чем оканчивается наша притча. Я прочитал ее в стих тридцатой, девятнадцатой главе, вот когда Христос говорит с Петром, что же будет нам? Он говорит, будет награда. Стих тридцатой, девятнадцатой главы. Многие же будут первые последними, последними первыми. Иисус говорит, вы оставили все, будет награда. Но знаете что? В этой награде будет много сюрпризов. Многие первые будут последними. И вот чем заканчивается наша притча. Вот после этого идет притча, Иисус рассказывает. И снова эти же слова. Снова эти слова. После этих слов, что ты зависли от того, что я добр. Стих шестнадцатый глава. Так будут последние первые. Первые и последние. Эта притча Христа начинается и заканчивается этими словами, чтобы проиллюстрировать, что когда Бог будет наградать нас за служение как Его послов, как Его верный к Богу, то будут сюрпризы. Будут неожиданности. Не все будет так, как возможно мы предполагали. Ведь Петр и апостоли пошли за Христом в числе первых. Иисус говорит, да, вы пошли в числе первых. Это хорошо. Но это еще не все. Потому что может быть такие вот, как в этой притче. Проблема оказалась в том, что когда Бог, или как проблема в нашем уме может быть в том, что мы себе рисуем свои картины, какую кому Бог награду дает или должен дать. И бывает, что когда мы Ему служим Господу, мы служим как эти рабочие. Рабочие работали, самые первые нанятые, но просто с желанием или с требованием, чтобы им заплатили справедливые. А остальные работали просто доверяя хозяин. Бывает, что наши мотивы, когда мы служим Господу, разные. И Бог оценивает не только количество работы, сколько мы Ему служили, как время, а с каким сердцем мы Ему служили. И будет так, что когда Бог будет награждать, будет так, что кто-то, кто может быть служил Господу всю свою жизнь. Или кто-то, кто может быть служил Господу на первых местах в служении церкви. Его все видели и все замечали. Говорили, ну вот такой вот брат или сестра, посвященный Богу. И кто-то может быть, кто был незаметным, кто возможно не так, рано пришел Господа, может быть, здесь же поздно, я делал, может быть, что-то незаметное служение. А Бог оценит их не так, как мы оценили, не так, как мы ожидали. Бывает так, что когда мы Богу служим, даже делаем это ревностно, мы ожидаем, как мы служим по контракту. Вот думаю, а вот, а что мне Бог даст? Я это жертвую Господи, а ты мне должен вернуть это вот здесь. Вот я сокол отдал, а ты должен мне вернуть сокол? Или ты должен меня вот в этом благословить, здоровыми или мы семьями, в чем-то. Вот где-то как эти первые, которые просто подписали контракт. И Бог оценит мотивы и воздаст всем своим измерянием. Знаете, говоря о времени, что Бог призвал меня, может быть, где-то, может быть, в молодости. Есть молодые люди, которые тоже у нас пришли в молодость. И это великая радость, это великая милость. Но может быть так, что вот мы пришли с молодости и будем строить Господу до самой смерти, а кто-то пришел уже на пенсию, а на небесах будет похоже, как здесь. Думаю, что будут такие случаи. Знаете, я, когда читал эту историю о последних, которым Бог дал, как первым, вспомнил одного брата, пастыря, пастыря из села Убухов, есть городок Убухов, это село Убухов, наш Могилево-Пудольский район, уже Сергей Васильевич. Сергей Васильевич. Он, насколько я не так близко его знаю, но то, что я знаю, не позволяет так думать. Я помню, насколько я знаю, он покаялся уже, где-то когда ему было около 60, только покаялся, принял крещение. И ему сейчас, где-то приближается к 70, может быть 68, 69, я не знаю, где-то так, к 70 приближается. Но он за это время так много сделал для Господа. То село, куда он начал ездить как ответственный, буквально сразу же после крещения, село Убухов, потому что он живет в Крыловцах. Там, кстати, Лилия с того села, когда Сергей Васильевич не ездил, я знаю, что Лилия не раз говорил, там же в Убухове идет до закрытия церкви. Такая была ситуация. Но этот брат уже на пенсии взялся за служение, и в церкви жил. И он настолько, как я знаю, Бог решает видеть сердце, делает это посвященно, искренне. Вот он, этот дедушка, этот дедушка уже ежегодно делает лагеря. С таким размахом там, там все село, это как праздник села. И там, вот он мне недавно был звонил, должен был делать лагерь, говорит, слушай, приезжает команда из Винницы, 18 человек, мне нужно их посолить, кормить все дни. Только посолить 18 человек, знаете, думать и заботиться, и делать. Поэтому, Бога своя математика. Бога своя математика. И мы можем сказать, что она выше нашей математики. И к чему он у нас учит этой истории, этой притчей, чтобы мы служили ему всеми силами и от всего сердца. С мотивами, которыми мы просто хотели бы его любить и быть ему благодарны. Потому что важно, еще раз, не только что мы сделаем и сколько мы сделаем, а с каким сердцем мы это сделали. Также эта история, ну, призывает нас, или эта притча, призывает нас к служению. Вот хозяин регулярно выходил на площадь и говорит, что вы стоите праздно? Идемте ко мне на работу, идемте ко мне на работу. Я не знаю, почему он их звал. Может быть, потому что, как Иисус говорил, что жертвы много, а делатели мало. Возможно, он видел, что ту работу, которую он ожидал, чтобы сделается, она не успевается. Может, он видел, что погода скоро испортится, и нужно это скоро сделать. Не знаю. Скорее всего, ему нужны были рабочие. И он постоянно проходил их, звал новых и новых. Но думаю, что вот этих последних, ну, позвать на час, что они там за час могли так уже много сделать. Я думаю, это точно так есть, что этим последним работа была больше нужна, чем хозяину их работы. Они нуждались в этих даже копеек, которые они думали заработали, больше, чем сам хозяин нуждался в том, что они ему смогут за этот час успеть сделать. Это так же в нашей жизни. Когда у нас Бог зовет на служение в жизни, это нужно больше нам, чем Бог. Да, Бог нуждается в нас. Но мы нуждаемся в нем больше. И это будет для нас большим благословением, чем мы просто будем стоять праздник. Но есть еще один очень важный вывод. Неправильно думать. Это будет неправильный вывод сделать. Ага, если так, какая математика. Я не буду спешить Господу идти в 6 утра. Я подожду часа вечера, будет глава седая, и вот тогда на часок пойду поработаю, а получу так же сам. Это будет неправильный вывод с этой притчей. Почему неправильный? Потому что нужно идти туда тогда, когда Бог зовет. Когда эти последние нанятые, их хозяин спрашивает, почему вы садите правду? Их не ответ. А нас просто никто раньше не позвал. Бывает так, что человек приходит к Господу поздно, потому что он раньше, и никто его не звал. Не было тех послов, которые бы его позвали, а вот они с ним встретились только в какие-то под конец его жизни. Может идти тогда, когда Бог зовет. Не откладывать. Потому что многие, кто так вот думал, что подожду последнего часа, так и не пришли. Или так и не успели ничего сделать для Господа. Пусть нас Господь благословит быть людьми, которые служат Ему от всего сердца, на полное время, не отладывая. Господа, знаешь, что награда будет. Награда будет. И дай Бог, дай Бог, чтобы сюрпризы, которые будут там, на этих наградах, нас обрадовали. И там Господа еще больше прославить за Его мирность и щедрость. За славу Его пусть это будет. Аминь. Спасибо. Спасибо.